Всё, чего я хочу, это счастье для себя и для других людей. И точно так же каждый из вас и любых других людей хочет только счастье и счастье для других. Но есть, конечно, все эти запутавшиеся люди, которые хотят убивать других людей, сжигать чужие деревни, но на самом деле они просто запутались, они не понимают. И всё, чего они хотят, это счастье. И мы так устроены, что цветок прорастает из своего зёрнышка и он стремится наверх к солнцу. И точно так же мы стремимся наверх к счастью. И в этом наша проблема, потому что мы постоянно стремимся что-то улучшать. А в чём ещё проблема, что мы очень плохо понимаем, что на самом деле принесёт нам счастье. Я смотрела недавно TED Talk, на котором один учёный рассматривал, что вот мы стремимся сделать больше выбора, и вот я делаю мороженое, и сделаю его, чтобы оно было ещё с вишней, и ещё оно было бы с ванилью и с печёнкой, чтобы было больше и больше выбора, и я как бы улучшаю и развиваю свой бизнес. А на самом деле, несмотря на то, что мы все стремимся к большему выбору, больше выбора делает нас более несчастными. И на самом деле в это сложно поверить в магазине, в котором всего два вида мороженого. Мы будем чувствовать себя гораздо спокойнее и лучше. Или он ещё вот такой вариант рассматривал. Вот. Например, нужно выбрать, тебе дают сразу 10 миллионов, или тебе дают постепенно, маленькими платежами, но тебе дают 8 миллионов. И что тебя сделает более счастливым? Конечно, все говорят, 10 миллионов, конечно, я хочу ещё и прямо сейчас. Но на самом деле более счастливыми нас сделают маленькие платежи и меньшее количество денег. Это очень странно, да? И всё, чего мы хотим, мы тогда машину, квартиру, любовь, я хочу замуж, вот, все гарантии себе безопасности, больше в жизни, больше людей, славы, знаменитость. И на самом деле это всё нифига не ведёт к счастью. Но в этом драма, в этом драма, да? Потому что если мы сидим дома, и мы хотим миллион, и мы ничего не делаем по этому поводу, мы впадём в депрессию. Потому что мы искренне хотим миллион, и мы, как цветочек, мы должны двигаться туда, к своему счастью, к тому, что мы думаем, что принесёт нам счастье. И это просто замкнутый круг. Но из этого всего есть выход. Ну вот есть вот эти люди, которые, знаете, отрекаются от всего, уходят в пустыню, да? И вот они говорят, что так они обретают счастье. И как знать, получается, ну, где остановиться? Какое количество денег принесёт тебе счастье? Какие отношения принесут тебе счастье? Сколько детей принесут тебе счастье? И ответ вот такой. Вот то место, где ты находишься сейчас, где я нахожусь сейчас, это именно то место и та ситуация, в которой мы должны быть абсолютно счастливыми. И всё, что нужно сделать, это подстроить своё мышление под эту ситуацию. Вот у меня сейчас нет мужа, нет парня, у меня нет работы. Это именно та ситуация, в которой я должна быть абсолютно счастлива. И, честно говоря, я чувствую себя прекрасно. Как именно полюбить то, что есть? Вот, вот ещё вот такая простая истина. Нам кажется, чтобы стать счастливыми, нужно вот проделать какой-то путь, куда-то прийти физически, что-то получить, да? Нам кажется, что если он просто будет находиться в состоянии покоя, то это как бы несчастье, да? Это как бы, вот если ничего, если всё нормально, то это так, так-сяк, ни рыба, ни мясо. Но на самом деле, когда ты избавляешься от негативных мыслей, всё, что у тебя остаётся, это абсолютное счастье. Мне никуда не надо идти, ничего не надо получать, чтобы получить счастье. Мне нужно просто избавиться от лишнего. И в этом просто невероятный, невероятный кайф. Счастье настолько легко доступно. А всё, что мы хотим, это счастье. И когда ты попадаешь в это место, то становится понятно, что мир — это просто бесконечный рай. Бесконечный, бесплатный рай. Всё, всё, пора заканчивать, и я поеду дальше, я буду смотреть Elephanta Cave здесь, в Мумбай. Как именно работать со своими мыслями, есть в моём одном из предыдущих видео «Как перестать страдать. Четыре простых шага». Вот, смотрите его, я оставлю ссылочку ниже. Поставьте лайк, никто не ставит лайк на мои видео. Пока!